друзья мои сегодня мы будем говорить опять паразитологии а микро паразитологии потому что это очень весьма и весьма важный момент и вот здесь чем 30 лет я занимаюсь опытами на самом себе вот 8 лет тому назад ко мне еще настя присоединилась она тоже она так сказать в роли мышки так что теперь у нас две мышки я и настя и занимаюсь вопросами убийства так сказать всех вот этих микро паразитов они очень маленькие очень-очень и могу сказать абсолютно точно что духовная очень тесно переплетается с телесным вот энштейн сказал что великие умы всегда сталкивались мощной оппозиции заурядных людей ну да ну в общем то сталкивались по причине того что великий ум хотел наверно сталкиваться а я не хочу ни с кем сталкиваться мне абсолютно не интересно не количество подписчиков на моем канале не интересно не количество просмотров а вот так и хочется сказать надо будет накрутим но суть не в этом вопрос заключается в том что мы идем вперед а вперед всегда страшно назад всегда стыдно и я еще раз хочу вам сказать одну такую вещь что те заболевания от которых я вылечился да на данный момент мне уже седьмой десяток пройдет какое-то время мы будем делать более спортивные так сказать репортажи потому как я слава богу почти мастер спорта по боксу а вот и покажу вам что человек может после 60 лет но хочу вам сказать одну такую вещь я родился практически мертвым человеком и в 30 лет у меня была клиническая смерть но я еще раз хочу рассказать вам о тех заболеваниях которые у меня были потому что по большому счету надо делать то что делаешь и пускай будет то что должно быть я думаю я обязан это делать по причине того что мне очень помог лебедев тищенко ну а я так сказать понимаю что какая-то определенная моя миссия это поделиться с вами своими знаниями повторяю заболевания которые были герпес панкреатит гайморит стафилококкс стриптококк хронический трихоманиаз хламидиоз трещина толстого кишечника артритные хронические артритные явления хронический холецистит полипы в носу удален аппендицит удаленные аденоиды сильные боли в суставах повышенная кислотность боли в легких бронхах орхид опухоли в тонком толстом кишечнике простатит с подозрением на аденому плюс я больше не буду стучать ногой потому что настя не лечит вот поэтому на свой страх и риск я занимался этими вопросами опять же говорю что каждый нормальный человек если он нормальный должен обязательно почитать лебедя у него две книги это давайте лечить рак и давайте лечить все потому что без этого нихера вы ничего не добьетесь так и будете жрать таблетки кормить этих пидорасов врачей а они пидорасы блять вот так вот оно все будет вас как говорилось раньше блять горел мой товарищ нас ебут а мы крепче обязательно надо лечиться сам и вот это вот когда он горит самолечение это может привести к какой-то беде это они врут и так все нацелены на деньги и поэтому им как бы как это да все остальное этот говорил по хую как соловьев блять вот я могу сказать что лучше быть великим нищим чем богатым дебилом блять что толку но зарабатывает сука деньги и после этого умирает нормально заработал денег и умер но у меня таких знакомых умерла хрен на ватуче нищие живут воняют и живут и все равно воняют и все равно живут а богатые вот как-то так красиво на взлете иногда на взлете иногда на телке мы умирают поэтому еще раз вам говорю и так микропаразиты я однозначно точно могу вам сказать что смерти как таковой нету все клетки в организме обновляются ну вот говорят кроме зубов кстати отсутствие у меня зубов это не моя так сказать оплошность а оплошность тех врачей которые пытались что-то сделать то ли криво делали то ли со мной что-то не в порядке но это не суть важно смерти как таковой нету все органы обновляются то есть нету стабильной там аркадия или стабильной насти есть постоянно меняющиеся органы которые практически обновляются но на них есть микроорганизмы внемлите не хочу снисходить до хамства и говорить вам что чего вы не понимаете уже слава богу целых у меня то 12 11 подписчиков да могут обидеться и приехать так вот вопрос заключается в следующем правильность поступка может определена только со временем быстрое лечение ни к чему не приводит методом и уничтожения вот этих гадов мы можем добиться того что до смерти нет есть микроорганизмы которые строятся или едят вас две вещи кстати в определении многих заболеваний да я не хочу сейчас вдаваться в умные слова как правило присутствуют два наименования то есть либо это проедание какого-то определенного органа или сосуда либо это нарост понимаете да как правило получается либо это аневризма да либо это предположим какая-то опухоль которая перекрывает нам что-то представляете в машине предположим у вас где-то рядом с бензонасосом что-то выросло и блять до таких размеров что вообще капот подымает ну естественно что бензин не будет то же самое в организме потому что организм это биологическая машина так вот еще раз вам говорю не надейтесь на быстрое лечение вот смотрите как просто например возьмем уритральные проблемы когда я захожу на форумы по трихомониазу хламидиозу таксоплазмозу там или все что хочешь то есть люди что пишут а пишут они следующие ничего не помогает таблетки не помогают все перепробовали все сложно почему но микроорганизмы не сдаются но если к вам придут завтра выселять вас из вашей квартиры вы выселитесь ну же будете отстаивать свое жилье они также отстаивают свое жилье они не дают возможности начинаются более сильные начинаются воспалительные процессы поэтому терпение это не подвиг а необходимость вы должны терпеть и убивать их убивать убивать и убивать вы знаете это как в боксе есть категория бойцов в мм и тоже такие есть которые считают что если в первом раунде или во втором не завалил то надо быть человеком который может пройти всю дистанцию все 12 раундов вот тогда у вас есть шанс это все что я вам хотел сегодня сказать